За свияжей за год планируется создать новое производство. Компания Автодома, специализирующаяся на выпуске автомобилей специального назначения, планирует построить еще один цех. Компания уже работает 15 лет и успешно себя зарекомендовала на рынке. Практика уже показала, что востребованность по данным машинам есть. Мы регулярно ездим в командировки и уже на дорогах города видим нашу продукцию, различные машины скорой помощи, школьные автобусы, социальные автомобили. Все они востребованы, все они уже на дорогах города используются активно и востребованность по ним только растет. Особенностью производства станет то, что спецавтомобили будут создаваться на базе машины УАЗ-Профи. Создаваемые производственные мощности позволят выпускать до 3000 единиц транспорта в год. Общий объем капиталовложения составит 300 миллионов рублей. Предприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Хорошие. Нет, мне всегда нравился войска. Расширение предприятия позволит создать 151 новое рабочее место. Причем 120 человек из них будут трудиться на основном производстве, то есть непосредственно в цехе. Зарплата на производство вполне достойная. Она составляет 49 тысяч рублей. Это предприятие открывается и развивается, открывает новый цех именно в Северском районе. Район промышленный. Здесь очень много рабочей силы. Причем рабочая сила, которая имеет опыт работы на других предприятиях. На УАЗе, на механическом заводе, на других больших предприятиях. Металлоконструкция, КПД-1. Те предприятия, которые давно-давно здесь существуют. И поскольку экономика развивается, за ней развивается рынок труда. Губернатор предложил использовать производимые машины, например, для подвоза жителей отдаленных сел к районным больницам. Сейчас эта проблема довольно остро стоит в сельской местности. Автобусы не всегда ходят, а платить за такси накладно. Есть свои виды на машины у депутатов городской думы. У нас есть такой проект, как социальное такси в городе Ульяновске. Конечно, было бы здорово закупить новые автомобили для перевозки наших граждан, которые имеют, просто говоря, наших инвалидов. И в том числе наших детей инвалидов. В свою очередь, государственная власть планирует развивать не только само предприятие, но и прилегающую промышленную территорию на Московском шоссе. Мы все привыкли видеть красивый промышленный парк Заволжи, там, где у нас в основном иностранные предприятия. И мы часто слышим от рабочих, которые работают на таких вот промышленных площадках, почему мы не в таких условиях. Поэтому мы услышали требования рабочих, работодателей и постараемся в течение буквально двух-трех лет все такие площадки привести в идеальное состояние. В настоящее время собираются предложения от работников Засвияжи и ведется инвентаризация дорог и тротуаров, ведущих к промышленному парку. Этим занимается специально созданная рабочая группа. К 1 мая планируется собрать все предложения и представить окончательный проект. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова